МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иса Ибрагимов. Юноши после всех проведенных схваток удостоились престижных бронзовых наград. Одну из них нам показал воспитанник слободской школы дзюдо. Иса Ибрагимов в некотором роде уникальный спортсмен. В секцию дзюдо он пришел довольно поздно, всего два года назад. Поэтому начало карьеры выдалось не слишком впечатляющим. Но вскоре все изменилось. Иса по уровню мастерства не только догнал сверстников, но и стал их теснить на областном пьедестале. На пару с Егором Шейным Ибрагимов приносит области долгожданный успех. Двое кировских дзюдоистов попадают на финал спартакиады, чего не было больше 10 лет. Учитывая важность произошедшего, тренеры выстроили целенаправленную подготовку перед решающим стартом. Ребята прошли сборы в Анапе, после чего они приехали в Пензу на финал. Ну, первая схватка у него была, да, очень... Он сам признался, говорит, да, я очень сильно волновался, поэтому первая схватка у него как бы не удалось. А потом почувствовал, что можно, как бы, и в финале он мог бы выиграть. Защитил кандидата, вошел в состав национальной сборной. Вот те бонусы, что пришли к Ибрагимову вместе со спартакиадной бронзой. Попутно стали расти и амбиции дзюдоиста. Ну, на следующий год на России выиграть надо мне обязательно. Ну, третьего места уже никто доволен не будет. Только первого надо уже. Так что надо будет тренироваться. На следующий год и ребята будут другие. По спортивному одаренный юноша еще не знает, в какой весовой категории будет выступать. При принятии решения он точно прислушается к мнению наставников, которые, в свою очередь, связывают с ним большие надежды. А к делам футбольным, сразу скажем, приятных новостей мало. Но мы начнем, пожалуй, именно с них. Довольно напряженный выдался прошедший уикенд для воспитанников пятой спортивной школы. На первенстве страны в очередном туре они сошлись со сверстниками из Нижегородской Волги. Каждый раз встречи двух городов преподносят различные сюрпризы. Нынче удивили хозяева, отобравшего принципиального соперника почти максимум очков. Начало положили подопечные Сергея Моисеева, обыгравшие Волгу 97-3-1. Ребятам помладше тоже досталось от Кировчан. Это уже команда Константина Оленева оформляет крупную сухую победу 3-0. Тяжелее всего пришел в сборную ДЮСШ-5 98-го года рождения. Им противостояли прошлогодние чемпионы при Олской зоне. Они долгое время вели в счете, но упустили шанс поквитаться за проигрыши товарищей по Волге. Матч завершился в ничью 1-1. И, как признал тренер нашей команды, это она заработала очки, а гости их здесь потеряли. Ну а теперь о печальном. Два подряд поражения потерпели футболисты «Динамо». За обидным и где-то даже неожиданным проигрышем 0-1 в Ёжкороле последовала домашняя фиаско в матче против Челябинска. Встреча двух аутсайдеров чемпионата должна была дать ответ. Кто же из них первым сможет избавиться от ноля в графе набранной очки? Удача улыбнулась гостям в добавленное арбитром время. Минимальную победу челябинцам приносит Дмитрий Зарва. После такого удара игроки «Динамо» еще долго приходили в себя. Но их наставник успокоил. Поражение хоть и досадное, но незакономерное. Я думаю, что для этого этапа мы показали вполне качественную игру. Если мы будем прибавлять в этом компоненте, может быть, еще чуть-чуть мы сумеем усилить состав. Я думаю, что еще многие команды от нас повезутся. Мы будем играть в хороший футбол. Тот же стадион, но несколькими днями ранее. Играется один из центральных матчей областного чемпионата. На поле два лидера – «Прогресс» и «Молодежная Динамо». Как и старшие товарищи, дублеры не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Судьбу встречи решил один единственный мяч, забитый Романом Банниковым. Он позволил «Прогрессу» увеличить отрыв от преследователя и подойти к экватору турнира без поражений. Поэтому рулевой «Прогресса» лаконично и кратко прокомментировал текущее выступление своей команды. Пока все по плану. Завершая футбольный обзор, посочувствуем игрокам машиностроители. Они, как и «Динамо»цы, тоже пока не могут обрести уверенности. На неделе заводчане терпят очередное поражение и на время покидают тройку призеров. Но мы надеемся, что туда они все же вернутся. В обратном направлении выходные проследует Олимпия. Кирово-Чепецкана вернется из Тольятти с Кубка Сахарова. Данный предсезонный турнир обкаточный. Главный тренер определяется с хоккеистами, с которыми ему входить в грядущий чемпионат МХЛ. Просмотр команды в деле пока навряд ли устраивает Дмитрия Дмитриева. На предварительной стадии Олимпии сыграно три встречи и все проиграны. Чепецкую дружину поочередно огорчили «Стальные лисы» 4-3, «Челны» 5-0 и «Ладья» 3-2. Таким образом, олимпийцы попали в утешительный финал за третье место, где их оппонентом был «Челненский клуб». Результат игры вы узнаете в понедельник из выпусках «Вести», где мы также планируем вместе с рулевым Олимпией проанализировать первый официальный игровой тест. Кстати, в отсутствие Олимпии наша съемочная бригада отправилась на ее тренировочную базу, чтобы повстречаться с коньковежной сборной области. Сейчас она в полном составе набирает форму перед стартом сезона, а для одного из спортсменов он ни много ни мало считается олимпийским. Речь, конечно же, об Алексею Суворове. В Кирово-Чепецк он заглянул из Инцеля. В Германии член национальной сборной прошел серьезный ледовый сбор, на очереди следующий в Минске. По словам Суворова, в подготовку он ведет с юниорской командой России, но из поля зрения тренерского штаба главной команды он не выпадает. Отбор в Сочи будет проходить на декабрьском чемпионате России. Результаты этапов Кубка мира тоже станут индикатором готовности конькобежцев. Правда, на них тоже еще нужно отобраться осенью в Коломне. Я готовлюсь, все, что требуется от меня, я делаю в полном объеме. Область меня в этом полностью поддерживает, поэтому будем надеяться, что все сложится так, как звезды сойдутся и случится так, как случится. И финальную точку в нашей весьма насыщенной программе ставит областной фестиваль ветеранам спорта за здоровый образ жизни. Показаться на их месте мечтают все без исключения. Право зажечь огонь ветеранских игр обычно доверяет прошлогодним победителям. Сборная Куменского района к успеху шла долго. Начинали скромно с 17-го места, потом поднялись выше, и вот сейчас они сильнейшая команда. В составе в основном члены местной группы здоровья. Занимается она ежедневно по плану, составленному ее лидером. Большей нагрузки он туда не вписал, зато очертил круг тех упражнений, что идут на пользу организму. Я вообще поражаюсь нашим женщинам, которые ходят в нашу группу здоровья, которым за 70 лет, представляете, они не умели даже мяч принять. Сейчас они и мяч умеют принимать, в дарт скидают и даже бегают. Пример куменских ветеранов не единичен. После первого проведенного фестиваля со спортом стали дружить в большинстве районов области. Отношения завязались настолько тесными, что пожилые люди даже борются за право поехать в Киров. Отбор серьезный, без состязаться на финале приходится целых два дня. Если в районах сказать, что будет команда не пять человек, не шесть, а десять, пятнадцать, то все равно привезут и десять, и пятнадцать. Желание у ветеранов очень большое. В программе фестиваля значилось семь видов спорта. При подведении итогов выяснилось, лучшую готовность к спортивной борьбе показали и две команды-победительницы. Одна представляла Котенческий район, другая Афанасьевский. На этом у меня все. Ровно через неделю в это же время мы подведем новые спортивные итоги. Болейте за наших и до встречи на каналах России. Редактор субтитров А.Семкин